Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня будем готовить вкусный и полезный веганский безглютеновый лаваш с начинкой. Это блюдо отличный выбор для тех, кто хочет легкий, но сытный обед или перекус. Давайте начнем и добавим в свою жизнь еще один вкусный рецепт. Для начала нам понадобится зеленая гречка 200 грамм. Ее нужно замочить в воде на 3 часа. Затем слить воду, промыть хорошо гречку и отправляем ее в чашу блендера. Добавляем соль пол чайной ложки, растительное масло 3 столовые ложки, воду 250 миллилитров. Взбиваем до однородности. Жидкое тесто переливаем в миску. Также нам понадобится силиконовая широкая кисточка. Хорошую сковородку, на которой ничего не прилипает, ставим на огонь. Хорошо нагреваем сковородку, слегка убавляем огонь. Сковородка должна быть без масла, а затем рисуем лаваш при помощи силиконовой кисточки и теста. Тесто равномерно распределяем по сковороде тонким слоем, стараясь сделать 1-2 слоя и закрыть все участки, чтобы не оставались пробелы. Если останутся пробелы, лаваш может получиться с дырочками. Главное, не торопимся и не суетимся, никуда тесто не денется. Так, получился у нас вот такой вот кругленький лаваш. Вот, сушим лаваш. Это приблизительно уходит 2 минуты. Переворачиваем на другую сторону. Где-то еще нам понадобится 1 минута на другой стороне. Затем перекладываем лаваш на тарелку. Тесто перемешиваем и рисуем новый лаваш. Наносим один слой. Смотрим, чтобы не было пробелов. Также можно еще один слой нанести. Вот, чтобы наверняка. Вот, так. Затем сушим приблизительно 2 минуты. Вот край немножечко отходит от сковородки. Это значит, что он уже подсох. И вот так вот берем за край и переворачиваем на другую сторону. И на другой стороне сушим 1 минуту. Затем переносим лаваш на тарелку. Складываем лаваш друг на друга. Затем оставляем на какое-то время, чтобы лаваш стал мягкий. И у нас лаваш превращается в блинчики. В такой лаваш можно завернуть что угодно. Дальше готовим начинку. Нам понадобится репчатый лук 4 штуки. Очищаем, нарезаем полукольцами. Лук жарим на растительном масле до мягкости. Затем отставляем сковородку с огня и даем луку остыть. Чечевицу красную 150 грамм. Нужно замочить в воде на 3 часа. Затем сливаем воду, промываем хорошо. И отправляем чечевицу в чашу блендера. Добавляем жареный лук. Вливаем воду 50 миллилитров. Взбиваем до однородности. Такая вот должна получиться у нас масса жидкая. Добавляем соль по вкусу, перемешиваем. Черный перец по вкусу, перемешиваем. Лаваш из зеленой гречки выкладываем на рабочую поверхность и смазываем лаваш тонким слоем начинкой. Вот так вот. Затем сворачиваем лаваш трубочкой, а затем разрезаем трубочку на 4 части. То же самое проделываем с оставшимся лавашом. Дальше предварительно противень нужно застелить пекарской бумагой и смазать растительным маслом. На противень выкладываем лаваш с начинкой. Швом вниз, чтобы трубочка не развернулась. Противень ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут. Дальше готовим соус. Нам понадобится цветная капуста 300 грамм. Разбираем на средние соцветия. Также нам понадобится мякоть 300 грамм. Тыкву нарезаем крупными кусочками. Также нам понадобится лук. Две штуки. Очищаем и нарезаем крупными полукольцами. Морковь одна штука. Очищаем и нарезаем кружочками тоненькими. Овощи отправляем в форму, которую я предварительно застелила пекарской бумагой. К овощам я добавила 1 острый перец или по вкусу. Перец предварительно очистила от семечек. Солим по вкусу. Добавляем паприку 1 столовую ложку, базилик пол чайной ложки и вливаем растительное масло 3-4 столовые ложки. Все хорошенько перемешиваем. Форму ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 40-45 минут до готовности овощей. Даем остыть и отправляем овощи в чашу блендера. Взбиваем до однородности. Соус готов. Также такой соус можно использовать как намазку на хлеб. Выкладываем лаваш с начинкой на тарелку и подаем соусом из запеченных овощей к столу. Ну вот и все на сегодня. Спасибо, что были со мной до конца. Я очень ценю вашу поддержку и надеюсь, что рецепт вдохновил вас на новые кулинарные эксперименты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео. Вместе мы сделаем нашу жизнь еще вкуснее и полезнее. До встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok